друзья всем привет прошерстил кучу сайтов в поисках гирлянды хотел простую чтобы горела теплым светом и не моргала вот нашел одну сейчас будем тестировать включаем не нравится тоже не нравится под шум спокойно просто вот так нравится вернусь сегодня после съемок домой темный дом встретит меня роскошной гирляндой увидимся в студии следующем нашем сюжете я буду выступать в качестве ученика а моя гостья в качестве наставника причем я должен сразу предупредить что всю свою прошлую жизнь в этой науке я был круглым двоечником светлана здравствуйте итак финансовое планирование что это такое у вас есть какая-то мечта заветная у меня их мечт много но для того чтобы мечта сначала должна стать финансовой целью а затем уже нужно спланировать достижение и здесь есть несколько шагов вы знаете как обычно мечтают сначала рисуют какую-нибудь картинку да себе там магнитик могут наклеить холодильник магнитик обязательно и все и дальше равно самок но на самом деле это только мечта то есть дальше она остается мечтой чтобы она стала финансовой целью это первый шаг лично финансовом планировании нужно чтобы она соответствовала трем критериям и так вашу мечту нужно максимально конкретизировать например что вы хотите какая вас мечта ну я не знаю с чего начать сейчас я должен я я должен подумать сейчас секунда на соображаю я хотел бы построить дом хоть я их построил за свою жизнь уже десятки но такой какой мне еще никогда не удавалось сделать потому что я всегда совершал ошибки точно совершу и в этот раз но я буду думать что это будет дом идеальный каза идеале когда мы говорим об идеальном каком-то доме мы должны максимально конкретизировать например вы хотите дом где чтобы он находился если это например область да от москвы там или например кто-то находится в каком-то другом регионе то есть мы должны посмотреть где мы хотим этот дом а кто-то хочет домик у моря на самом деле и вот все параметры вот видите всех этот домик у моря еще моря разные бывают да сейчас по-моему нет никаких в общем задача конкретизировать максимально тот объект который мы хотим достичь ту мечту чем конкретнее тем лучше квартира какая часть города куда выходят окна то есть чем конкретнее предметнее будет описан наш объект тем это скажем так более нам будет приближать к нашей цели и финансово в том числе почему простите я тут тоже на этом месте вас перебить потому что то что сказал я я очень хорошо осознаю что стоит очень дорого цель которую ты ставишь может быть на сегодняшний день совершенно несбыточная и ты понимаешь что в ближайшее время ты себе этого позволить не сможешь если может быть произойдет какое-то чудо или ты чудом каким-то разбогатеешь тогда да вот можно такие фантастические цели ставить вот смотрите это как раз вторая часть смотрите у нас с вами три конкретных параметра должно быть целью вы прям вот прям предвосхищаете вторую часть это актуальности и достижимой цели для вас если вы хотите соответственно купить квартиру но при этом про всем у вас на данный момент нет финансовой подушки безопасности а вы предполагаете купить его через год но это будет весьма сложно сделать правда поэтому естественно мы оцениваем вторым этапом цель то есть когда мы уже поставили параметры все конкретизировали максимально их соответственно дальше мы смотрим актуально ли и достижимо ли эта цель для нас сейчас если сейчас начать то что мы дальше делаем если например она далека от нас то есть это может может быть, через 10 или через 15, мы бьем ее на этапы. То есть у нас может быть первый этап, если мы говорим о квартире или доме, какое-то первоначальное накопление мы делаем, и тогда после этого мы уже смотрим, а когда мы хотим это первоначальное накопление достичь. Ну и, конечно же, у любой цели должны быть дедлайны, потому что они наши все. Если ваша цель в никогда, то есть я примерно хочу, что это остается мечтой, вам нужно поставить определенного рода цель. Например, через 5 лет я хочу сделать первоначальный взнос на свою квартиру. И к этому времени вы уже с учетом ваших ресурсов начинаете планировать вот тот самый план, по которому вы дойдете маленькими шагами до этой цели. Далее мы начинаем смотреть, а что у вас есть, собственно говоря, в финансовом планировании. Переходим к оценке ваших активов и пассивов, да, соответственно. Ну и перспективы. Сюда можно включать перспективы, отчаяния, надежды, не фантастические, но чем не быть. Далее мы смотрим на ваши активы и пассивы текущие. А что, например, из ваших активов можно сегодня продать такого ненужного, да? А какие у вас есть уже финансовые обязательства? Вообще посмотреть на них, да, может быть, актуальность есть в погашении их, и там высокая ставка, например. То есть дальше мы начинаем балансировать наши активы и пассивы. То есть может оказаться, что есть уже сегодня что-то, что приблизит эту цель, если с этим, например, проститься или во всяком случае трезво оценивать нужность или ненужность того, той или иной части своего владения. Конечно. Ну, конечно, сбросить что-то, и это сразу уже тебя приближает. Более того, в большинстве случаев мы должны с вами смотреть на цель как на актив. То есть вот ваш домик у моря. Активом он будет только тогда, когда он будет вами использоваться. Если он не будет использоваться на 100%, например, вы собираетесь приезжать туда несколько раз в год, то теоретически вы можете запланировать сдачу в аренду. И это тоже будет приносить вам доход. Понимаете? То есть актив это то, что приносит нам доход. И ни в коем случае не пассив, который стоит там, не знаю, годами, месяцами и не используется. Дальше идем на наш активный доход, смотрим, какие вообще у нас доходы есть, соответственно. И смотрим на наши расходы. Составляем тот самый план с учетом наших активов и пассивов. Ведь очень часто мы иногда мечтаем о домике у моря. Но, например, вы подумали о том, какая там будет квартплата, да? То есть особенно если это апартамент, она будет выше. А какие там будут налоги? А запланировали мы это все в бюджете в нашем. То есть вы купили домик у моря, надо учесть возможность получения имущественного вычета. Если вы его купили в ипотеку, то, соответственно, тоже есть соответствующий вычет, например, по процентам в рамках ипотеки. То есть все это возможно учитывать. Ну, это здорово. И тут, правда, нужно сделать очень важный шаг для себя решить, хочешь ли ты достигать этой цели. Но это уже вопрос личный. Совершенно верно. Вот вы еще во время нашего разговора использовали такое выражение «подушка безопасности» как «финансовая подушка безопасности». Это что значит? Это просто некий наличный резерв или не обязательно наличный, который у тебя существует на черный день? Это да, совершенно верно. Некий резерв. И, соответственно, такая финансовая подушка должна составлять не менее чем 3,6 ежемесячных расходов с учетом платежей по кредитам. Так, 3,6 ежемесячных расходов. 3-6. А, 3-6. Да, ежемесячных расходов с учетом платежей по кредитам. Посчитайте, есть ли у вас такая финансовая подушка безопасности. Проверьте себя. Ну, это домашняя работа. Это домашняя работа. Светлана, спасибо вам большое. Жду с нетерпением. Я думаю, все с нетерпением ждут встречи с вами. Очень полезно. Спасибо. Спасибо. Разными важными делами занимается мой следующий гость. Но среди многих этих дел есть, наверное, самое важное. Работа с людьми. Мы давно знакомы. Я до сих пор не удосужился спросить его, а как дела на работе? Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы раввин. Что это значит? Раввин – это, с одной стороны, звание. Как есть, например, человек, который закончил учебное заведение, получил диплом. Кто-то инженеры, кто-то еще кого-то. Я в этом смысле получил диплом раввина. Это некий титул, звание. Второе раввин – это работа. Есть принципиальное отличие между званием и работой. Как человек имеет диплом один, а можно заниматься любым делом, иметь диплом раввина. Я в данном случае тоже работаю и раввином, и тоже у меня есть другие должности в еврейской общине. Но одна из них – это раввин. Ну вот именно работа раввином, это правильно, да, вот слово сейчас можно сказать? Да, служение – работа. В чем она состоит? Если говорить о раввине синагоги, то, безусловно, это, в первую очередь, организация всего молитвы и всего процесса жизнедеятельности синагоги. Все, что касается не только организации молитв, а с проведением их молитв, проведения различных обрядов, так или иначе связанных либо с молитвой, либо с тем, что имеет отношение к жизни человека. То есть, если участие в обрезаниях младенцев, бармитвы, хупа, свадьба по еврейскому обряду, ритуальные мероприятия – это все, безусловно, имеет отношение к понятию раввин. И это как бы внутри молитвенной службы, но это отдельно. Это другая работа в этих рамках. Это то, что мы говорим о такой вот, как бы, выполнении функции раввина в рамках еврейской традиции. И реализация этой традиции – это говорить законы, как это правильно делать, контролировать, чтобы это правильно делать. И главное, чтобы организовать эти все процессы. Кроме этого, есть некое, ну, не некое, а большое общение с людьми, которое находится и в рамках еврейского закона, и в рамках тех реалий жизни, в которых мы находимся. А вот что это значит? Значит, могут ли к вам приходить люди, вернее так, к вам приходят люди за какими-то неразрешенными религиозными вопросами, или с бытовыми в том числе, вот в семье что-то не ладится и так далее? Приходят с самыми разными вопросами. Я бы сказал, что нет вопросов, которым не приходят. И чаще всего приходят люди именно с личными, семейными вопросами, с вопросами по бизнесу, в большей степени, чем люди, которых интересует еврейский закон по отношению к той молитве или еще чему-нибудь. А, кстати, а кто к вам может прийти? Любой человек. Вообще? Независимо от вероисповедания, верующий атеист и так далее? Вообще-то не имеет значения. Не имеет значения. И мужчины, и женщины, и в общем, то есть вообще здесь нет никаких ограничений? Никаких ограничений, нет. Как вы, вот, ну я не знаю, я вообще всегда пытаюсь мысленно поставить себя на место моего собеседника, но это же как-то, наверное, очень волнительно. Вы же должны дать совет и не ошибиться. Это действительно очень ответственно. Это перестает быть волнительным, когда уже проходит какой-то опыт, и ты уже примерно понимаешь, ну, большую часть ответов на вопросы ты просто знаешь. Я бы сказал, что недостаточно быть раввином, чтобы отвечать на подобные вопросы. Нужно иметь некий багаж жизненного опыта, общение с людьми, понимание реалий. И вот совокупность этого позволяет отвечать на вопросы. И тоже понимание реалий не дает права отвечать на вопросы, потому что это должно быть сочетаемо с еврейским законом. Это должно быть некое производное от еврейского закона по отношению к тому или иному вопросу. С одной стороны. Или это вопросы просто понимания психологии, когда это идет о взаимоотношении, например, мужа и жены, каких-то конфликтах семейных, взаимоотношении отцов и детей, и взаимоотношении, в принципе, между партнерами в бизнесе. Там столько психологии. Там уже финансы вторичные, а именно психологии либо конфликта, либо каких-то там проблем, следствием которой является бизнес, а причина это в ментальных вопросах, психологических или еще каких-то. Здесь, безусловно, это соединение жизненного опыта с опытом Торы. И без опыта Торы сделать нельзя, потому что в Торе, в других книгах, как в Талмуде, в философии иудаизма, достаточно подробно разбираются многие психологические вопросы и даются на них ответы. И когда ты смотришь на какую-то ситуацию, ты уже ее смотришь точечки призмы тех знаний, которые ты получил, конечно, помноженный на жизненный опыт и очень важное понимание реалий. Вот нужно понимать очень хорошо менталитет, законы страны, в целом право применения этих законов здесь, чтобы не дать человеку неправильный совет, потому что совет должен быть не только правильный, он должен быть умный. Вот это очень важное добавление, потому что правильных ответов бывает количество, но он должен быть практичный для этого человека. Ну вот смотрите, вы раввин, а вам к кому пойти, если нужно обсудить? Я как раз говорю, у меня есть мой друг, тоже раввин, когда у меня есть некое понимание ситуации в моей, что мне делать, то мне недостаточно моего понимания, я хочу понимать со стороны. Бывают вопросы, в которых я заинтересован, и мое, соответственно, понимание не является абсолютно чистым, и мне нужно понимание человека, который не внутри процесса, например. У меня есть друг, которого я часто спрашиваю, ну, часто, не часто, в зависимости от того, когда есть такая потребность, я к нему обращаюсь. Бывало ли у вас так, что вы говорили «не знаю»? Бывало, когда я давал несколько вариантов, в зависимости от того, что люди хотят. Сказать вот совсем «не знаю» не было. Ну, или чувствовали такое, что не знаю, ну, просто, да, вы должны, вы давали дополнительные варианты, но понимали, что вы просто, ну... Есть вопросы, в которых мне нужно посоветоваться, то есть вопросы, которые касаются сложных взаимоотношений между, например, партнерами в бизнесе. То есть вы можете взять какой-то тайм-аут и следующие встречи, или следующие там... Да, это уже не вопрос психологии, а это вопрос углубленного знания еврейского закона по разным имущественным вопросам. И здесь нужны профессионалы и люди, которые именно этим занимаются. А раввин и рэбэ – это одно и то же? Или тут есть какие-то нюансы? Большие нюансы. А в чем разница? Вообще, раввин – это вот звание, это должность, это... А рэбэ – это вообще обращение к уважаемому человеку. Но он должен быть мудрым для меня, то есть рэбэ в нашем бытовом понимании... Да, уважительное отношение к религиозному человеку, который старше, мудрее и так далее. Это одно. А второе – рэбэ – это некое звание, например, лидер хасистского движения. Тоже называется рэбэ. Это однокоренные слова с раввином? Да, смыть мы. А раввин и рэбэ чуть-чуть отличаются. Смысл чуть-чуть отличается. Рэбэ – это просто в первом случае уважительный, в втором – это статус. А раввин – это... В вашем случае это точно звание. Ну, как бы это уже данность. А дальше уже... Да. Александр, спасибо вам большое за очень откровенный разговор. И точно очень интересный. И я, во всяком случае, для себя много узнал про вас. Спасибо вам. Спасибо. Вы наверняка замечали, что интерьер нашей студии уже давно украшает одно произведение современного искусства. А именно граффити. Точнее, каллиграффити. Оно было создано прямо в этой студии. Автор – Пакрас Лампас. Пакрас, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть снова. Я знаю, что вы осваиваете новые техники и новый проект. Что это такое? Взаимно рад видеть. И я много работаю с тканью в разработке коллекции одежды и в целом взаимодействия с тем, как формируется образ человека через призму искусства и моды. Это недавно вам пришло в голову? Ведь вы же, в общем, не мелковаты ли это, кстати? Вы же площади, крыши, фасады. И вдруг такое рукоделие. Ну, на самом деле, мне кажется, у меня с первых даже лет работы на улице всегда было очень много вещей, которые так или иначе были в краске. И чтобы их не выкидывать, мы придумывали, что с ними сделать еще. Где-то что-то расписать, где-то что-то кастомизировать. И в целом эстетика кастомайза, она пришла из общего такого вияния культуры, связанного с улицей, граффити. Поэтому мне всегда было интересно с этим взаимодействовать. И как раз иногда в рамках коллаборации я мог создать и принт, и большую инсталляцию, и перформанс. То есть она начинает жить вместе. Вы делаете эскиз для ткани, вы расписываете саму ткань, или вы расписываете уже готовую вещь. Например, то, что на вас, это же не ткань, из которой потом сшито. Это просто пиджак, это просто брюки, на которых ваше граффити, да? Да, все верно. На самом деле я работаю со всеми видами интеграции арта. Иногда работаю с красками, чтобы создать так называемый пис-юник. Это вещь, которая только в одном экземпляре. Это скорее высказывание художника, который работает с модой, но при этом ядро все-таки это художественное. Это такая школа и художественное восприятие мира. Ну, раз тут все есть для того, чтобы показать, попробуете? Да, да. Наверное, коротко вообще о технической стороне расскажу. Мы работаем сегодня с Данимом. Даним – одна из лучших тканей для росписи, потому что у нее довольно плотная фактура и при этом высокое содержание хлопка. И от этого краски ложатся гораздо лучше, потому что в целом синтетические ткани гораздо хуже держат цвет по сравнению с натуральными. Во-вторых, Даним имеет довольно высокую прочность. То есть его можно натянуть, можно закрепить, можно порвать, можно добиться какой-то необычной текстуры. И поэтому, по сути, это вариация холста. Это специально для ткани краска. Это не просто акрил, а это какая-то... Я почему, знаете, уточняю такие детали. Не исключительно, что кто-то из наших телезрителей достанет свои новые или не новые джинсы и захочет сделать то же. А почему нет? Согласен. Итак, контур действительно на основе акрила. Там просто правильный состав по плотности краски, который довольно легко ложится на материал. Но есть вторая вещь, не менее важная. Это то, как краска попадает в саму текстуру ткани. Если мы наносим кистью, то краска обычно ложится на поверхность. Если мы выдавливаем с контура, и при этом контур у нас находится близко к поверхности, то она как будто туда впечатывается, и поэтому лучше закрепляется. Более стойкая получается. Итак, попробуем написать, например, паттерн из слова «культура» на вот этом небольшом отрезке. Я начинаю с довольно такого резкого штриха и при этом начинаю давить на сам тюбик. Так вот получается довольно такая экспрессивная надпись слова «культура». Часто, когда мы работаем с экспрессией, мы не стремимся получить максимально читаемую надпись. Потому что, в принципе, учитывая плоскость тела, у нас столько заломов, что логику шрифта очень сложно отследить. Поэтому здесь, скорее, это больше про эмоцию, про передачу настроения. Как я сегодня почувствовал, наверное, этот тюбик, и что я могу этим тюбиком написать. Можем отложить первый наш фрагмент, оставить его здесь немножечко посохнуть. Дальше, наверное, покажу довольно необычный вариант работы с тканью, который называется «вытравка пигмента». Если честно, то это более экспериментальный вид, потому что вытравка делается за счет того, что химия, например, белизна, либо такие вот какие-то отбеливатели, жидкости для очистки труб, они очень хорошо убивают цвет в любой ткани. Крот, или что-то в этом роде. Ну вот да. Каждый гель имеет разный состав и разную плотность, поэтому тут только опытным путем можно узнать, где что будет хорошо работать. Я, соответственно, беру перчатку, чтобы все было у нас по технологии. Итак, сюда мы нанесли первый наш фрагмент. И вот видите, несмотря на то, что прошло там пару секунд, у нас потихонечку начинает вытравляться пигмент. Значит, этот деним действительно подходит под такой тип росписи. Чтобы получить результат, должно пройти уже достаточное время. То есть он что, просто до бела, или все-таки он будет чуть светлее, чем этот темно-темно-серый? Тут огромный простор для экспериментов. Можно оставлять на час, тогда будет до бела. Можно оставлять на полчаса, тогда при стирке может остаться другая часть, там, не знаю, цвета. Ну, в общем, замысел должен определять степень, потому что может быть еле-еле заметная каллиграфия на черном, это будет очень красиво. Еле проступающие буквы. Полностью согласен. Иногда даже делают вытравку, а потом снова красят ткань, и тогда на черный цвет не ложится пигмент, а на вытравленную часть снова ложится. И можно добиться очень интересных эффектов. Попробуем вытравку на втором куске. Здесь мы можем попробовать сейчас убрать излишки этого цвета. Можно наизнанку, а можно на переднюю, и посмотрим, как оно отпечатается. И теоретически, если что-то будет интересное, то может быть я просто здесь какие-то размашистые фрагменты оставлю и покажу, в принципе, как краска может работать в таком нестандартном формате. Так, возьмем, например, кисть. Вот так, пройдемся. Если плотно, можно маркером вот так еще подавить. Да, согласен. Если зависит от того, какой эффект надо достичь. Да, на самом деле тут нет какой-то единой системы. Каждый в рамках своего комфорта с этим взаимодействует. Это монотипы, когда мы получаем отраженное изображение. Смотрите, как интересно. Итак, мы видим, на самом деле, просто потрясающе, как в красивый такой светло-голубой цвет у нас вытравляется наша ткань. Мы сделаем, значит, две вытравки. Здесь напишем такой же паттерн, например, на голубой. А дальше мы будем прикладывать к этому голубому цвету черный деним и посмотрим, как он нам в отпечатке даст ту же самую фактуру. Итак, начинаем. Так как у нас здесь больше размер самого пишущего инструмента, можно легче прочитать текст. То есть, я думаю, здесь уже слово культура читается гораздо легче. Так как у нас, в принципе, вытравка имеет свойство расползаться, можно делать довольно большие расстояния между буквами, потому что потом они все равно будут как-то сплетаться. Как быстро реагировать. Видите, он сразу отравливает до голубого. Хорошая вытравка, значит. Это тоже не все химические составы позволяют добиться такого результата. Так, снова берем какой-нибудь инструмент, типа кисти, и начинаем прокатывать в данном случае уже на нашем дымине. А после стирки и после высыхания вот этот голубой остается голубым, да? Ну, приблизительно этот цвет остается. Да, да. Иногда они могут взаимодействовать друг с другом. То есть, вот здесь можно увидеть, как какие-то такие полупрозрачные пятна абстрактные получились. То есть, на самом деле, выглядит очень эффектно, потому что это очень такая, я бы сказал, даже живописная техника. И одно удовольствие работать. Вот здесь, например, можно попробовать взять шприц, какой-то из, не знаю, там, красных красок, и попробовать пописать шприцом. Со шприцом тоже интересно работать. Честно говоря, всегда непредсказуемый результат. Поэтому не знаю, что получится. Ну, раз мы сегодня все тестируем, то мы увидим. То есть, оно вот такое дает яркий довольно эффект. Ну, и дальше, соответственно, можем взять и тоже кистью как-то эту краску раскатать, размазать, добавить какие-то необычные пятна. То есть, мы можем увидеть, что, в принципе, когда я работаю с тканью, это всегда какой-то процесс импровизационный. То есть, тут тоже получается довольно такая контрастная история. При этом, когда будет высыхать, что-то еще там уйдет по цвету, где-то как-то интересно впитается. То есть, получается очень даже такой большой простор для экспериментов. Очень красиво. Ну, да, здесь, наверное... А даже на просвет, смотрите, ведь он же даже работает... Вот, вот, за это я и люблю. И, может быть, даже на просвет разная плотность. Показ потрясающий. Во-первых, я рад, что вы осваиваете новые пространства. Это здорово. Культуре повезло, что ее имя написали средством для прочистки трупов. Это вообще сегодня, ну, как бы особый день в истории. Поэтому благодарен вам очень. Приходите, рассказывайте обо всем, что приходит вам в голову. Мы с огромным удовольствием все это будем показывать людям. Спасибо вам. Спасибо. Благодарю. Всегда рад. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!